Привет всем, я куда-то поехал, в Смоленск В общем, чтобы начать, я сейчас на креативу электрички доехал до Кубики Это какой-то город Подмосковье, в общем, еще один Подмосковье, тут мне делать нечего в Минске Я сейчас иду до Минского шоссе 40 км вроде бы В общем, это опять же А там я буду, там я буду, стоять машин Да В общем, я направлюсь в Смоленск Смоленск, да Ну, точнее, сегодня Смоленск, потом посмотрим Сейчас вот эта вот дорога, это уже Можайское шоссе Но она не очень, потому что она идет до Можайское Минское шоссе Так что мне нужно еще немножко пройти и я дойду до Минского шоссе Там я... Я решил отказаться от всякого транспорта Потому что это слишком банально Да Попробуем просто Ну, в общем, я, наверное, не буду снимать это Ну, что это такое Ах Ах Солидый Сосов Писаж И то, что против консерти Солидый Сосов Писаж И Сосов Писаж И Сосов Писаж Сосов Писаж Ах В общем, в общем, в общем, в общем В общем, я смотрел, ну, давайте расскажу, как я добро осталось себя. Ну, я сначала по Кольцевой, ладно, это я рассказал, это лишь кто. Потом, в общем, вышел на дорогу, в Минское шоссе, там начал ловить. Там, на самом деле, не очень, в плане того, что я что-то постоял минут 10-15, что-то ничего не ловилось, чуть дальше подошел, там тоже, что-то постоял, но потом что-то поймал, в итоге поймал машинку и поехал. Он мне почти до Можельска довел. В общем, ну, почти до Можельска, точнее, не Можельска, точнее, он должен свернуть до Можельска был, но поехал по Минке, и в итоге меня сбросило там в каком-то поселке. Я там вышел, ну, то есть, ну, вышел там ночебнее, постоял немножко, сходил в туалет, когда я вернулся на дорогу, не успел поднять руку, и у меня уже, типа, через несколько машин, ну, то есть, минут не простоял, остановился КамАЗ, или вроде КамАЗ, в общем, какой-то русский, русский машин, такая, прям вообще. Ну, там, молодой парень ехал где-то, то есть, на первой машине ехал такой же пожилой, и, кстати, он мне сказал, что, типа, очень часто подбрасывают таких же автостоперов, как я, и, типа, первый раз попробуешь, говорит, что, типа, все, не оттянешь, как, типа, его друг так же. Один раз поехал, потому что у него денег не было, и все, типа. Так сразу подумал, так, прикольно. Ну, в общем, да, он мне, типа, помог, так. Вот, второй был помоложе, он, типа, мы, типа, с ним немножко поболтали, ему надо было ехать 50 километров до Гагарина. Гагарин, это, вроде, да, еще в Московской области. Ну, и, в общем, да, мы доехали до Гагарина, мы пообщались, у него был КамАЗ, там, я прикольно попрыгал на сиденье, которое, в КамАЗе, там, какого-чего. Там, в общем, амортизация такая прикольная, а, в общем, там вообще странная амортизация, мне нужно было накачать эту пигнюшню, чтобы это на кочках прыгало. Ну, вы же понимаете, что, типа, там нету. В общем, это было очень прикольно. Ну, это ладно, мы тоже нормально так. Поехали, 50 километров, я у меня забросил, ну, то есть, ему нужно было в какое-то место, в общем, у меня забросил на какую-то заправку, где там стояли дофига, ну, машину, он мне, типа, посоветовал вот туда остановить, там, остановить и поспрашиваю у тех, кто стоит, типа, ну, чтобы тебя дальше повезли. Ну, в общем, ладно, я сказал спасибо, в итоге, ну, он меня сбросил, я тоже пошел в лес, потом, посмотрю, чувак уже собирается, ну, дальнобойщик, сесть, и в итоге я к нему подхожу, типа, говорю, можете добросить до Смонянска, и в итоге, он, типа, никого никогда не подбирал, а вот тут меня подобрал. И в итоге я сел и доехал до Смолянска. Вот это было, кстати, самое долгое, и мне, на самом деле, это надоело. Это я с области, с Московской области до Смолянска поехал на... Да, это была, кстати, дорога почти два с половиной часа. Вот это, конечно, я немножко устал, то есть, первая машина, это вообще было ничего там, по часу, по полчаса, час, не, наверное, побольше. Ну, как-то так, и оттуда даже разговаривать у меня уже, как-то эта тема закончилась до разговоров. Ну, и в итоге мы вот так вот доехали, ну, до Смолянска. То есть, он меня даже повел как-то по кругу, ну, конечно, в общем, он меня высадил на юго-западе, конечно, не совсем там, где я хотел, но зато я, типа, в центре, почти что. Ну, здесь я сейчас... Мне нужно было париться. В общем, по временем, час полпятого, полпятого, что полпятого сказать? Это уже поздно, на самом деле, потому что через пару часов она начнет темнеть, ну, возможно, через три часа. Так что я даже не знаю, что делать. Ну, точнее, я сейчас иду в одно место какое-то, рассказываю вам. Я думаю, там, чутка отдохнуть, так, типа, перекусить, может быть. Что-то кинел с утра, ну, точнее, стол в кинел. Так-то, о, мне последний чувак подогнал, а сейчас, как в тесте. Это было самое крутое. И да, у меня в итоге, типа, три грузовика ехали. Везли мне. Ну, типа, я потом попробую, ну, в хостел пойду, который я нашел на Ксайте. Просто туда пойду, скажу, вот одно место. Садал, ульгусь, и завтра, я не знаю. Если я сегодня успею за вечер просмотреть все места, которые я хотел бы посмотреть, то, возможно, завтра уже поеду сразу в Минск. Если не успею, то, возможно, еще утром погуляю, а потом, что-то, похоже, там, поеду в Минск. До Минска осталось где-то 300 километров. 300 километров, это, в принципе, не о чем. В общем, в Смоленск, как и вообще-то многие города построены на Семи Холмах, и в итоге, в общем, я отзабираюсь на вершину. Еще одна. Блин. В общем, я отзабираюсь, я отзабираюсь. В общем, я отзабираюсь. В общем, это стена. Да, на самом деле весь город охватывает. Да, охватывает. Пожалуйста, мы перед вами, вот там, впереди, прям за церковью, прям за церковью Покрова Святой Богородицы, стоит башня Веселуха. Ну, смотри, тут самая такая большая. Чё-то проехала по городу и вообще, эта стена тут, бля, нафига я не разрушена. Чуть правее башня Познякова, ещё правее башня Орел. Орел, Орел, да, вот так круглая. Как я понимаю, по ним гулять нельзя, хотя нет, я вижу людей. Вот, да, мне кажется, что не хватит времени. А потом там какой-то церковь и ещё что-то. Так, у нас что-то, как забыл, бля, Неспенский собор, в общем, Неспенский собор. У меня этот собор, ну, точнее, это место, это место мне, в общем, посоветовал этот последний длиннобойщик, ну, он чувак из Смоленска, то есть я не ехал прямо в Смоленске и завез меня прямо в Смоленске. Ну, и в итоге он меня, типа, типа, посоветовал, чтобы я прямо пошёл именно в Неспенский собор. Самая фиговая, самая фиговая, везде есть самая фиговая. Вообще, Смоленск построен на семи холмах, а я запускаюсь вниз, а потом мне подниматься туда. Да, вы понимаете, что-то, значит, я устал за людей. Ну что ж, тянь, вот нам в собор. Из этого собора, типа, тот, который сейчас патриарх всей России, патриарх, так, в общем, Кирилл, который, вроде, Кирилл, да. В общем, он пришёл из этого собора в Смоленске, в Успенске, в Успенске, в Смоленске, вот так. Ну, мне это всё рассказал чувак, который у меня ходил в машинах, в общем, стена, оставшаяся, типа, армянская набережная должна называться. Самое интересное, что вот эту вот стену, как бы, многие называют, как бы, ну, так повелось, что бывает, называются, что это Смоленский Кремль. Но это не совсем так, Смоленский Кремль, это вообще никак не Кремль, это крепость, просто крепость. Ну, в общем, какие стены остались от крепости. Я, кстати, я уже не помню, что-то сейчас, Смоленский от Кремля, ой, блин, крепость от Кремля, но тут это не Кремль, вот что самое главное. Я был в Кремлях, но это не Кремль. Кстати, вот этот сейчас Днепр, Днепр. Там, говорит, фигня, я понял, на эту башню забраться нельзя, потому что там какие-то очень, какое-то вообще задание странное очень. Это вообще-то, может быть, как раз таки, из-за того, что он заброшенный, я и смогу забраться, но я смелась. Ещё немножко Смоленский. В общем, вот этот вот такой район, Днепром, то есть это вот старый как бы район, где я сейчас глядал, то есть я кину, то есть я пойду туда глядать. Вот там за, то есть где вокзал находится и вокзал, в общем, там и Макдак, кстати, находится, возможно, я в него пойду. Ну, в общем, этот за, мне этот чувак сказал, что это как бы, ну, как самый криминальный район считается из трёх. Так, заберёшься, ну, то есть как бы можно, но что-то как-то издалека казалось, что это немножко проще, а я немножко устал. А, блин, да. Плюс камера в руке, это вообще самое, самое, что я делал, тут хвататься не за что, упасть легко. Я устал, вообще, у меня физико-беговые, всё, всё плохо, не полезу туда. Хотя, самое, тут такие фигни стоят, так что она скоро, походу, обвалится. А ещё, если... Ах, хуя, на место. А ещё, наверное, надо переостремить рецепт видео. Котик. Смотрите, какой он. Ну, всё, 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 я тебя не буду трогать. Не буду трогать тебя. В Смоленске сейчас больше 1150 лет, то есть в 2013-2013 году ему было 1150 лет, а сейчас в 2016-1353. Кипа давай. Самый старый город, вообще, вроде, самый старый город, который, вообще, типа, нашли в России, и всё такое, и все дела, и, типа, вот так вот. Ну, в смысле, в летописи, но эти шли, как бы, с этого года, то есть, с 1753-го, что ли? Ну, где-то так. В общем, стали его осуществлять. Также тут вроде бы крестили, крестили, это вот. Русь, когда они из язычества ушли на крестьянство, это фиг. А, да, это же. В общем, как-то так. Успенский собор. Там башня. Я забыл название. Просто башня, крепость. Днепр. Постанье быстрое теченье. Владимир, который крестил Русь. Повинник. Ну, что я заберет, сюда. Возможно, к нам взял солнце. Ну, вот. Как говорится, всегда я умею бегать. В общем, забрался на одну стену. Смоленской крепости. Типа, достижать. Ух, хрен. Шин. Шин. Кулах. Шин. 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 Финаля. Эти кастиня. Глазок. Скоро. Глазок. Глазок. Самая главная башня тут, это металлическое сооружение, которое находится рядом с этой крепостью, в общем, стеной от крепости. Я про то, что я хотел сфоткать, и она всегда попадала в кадр. Ну и что это такое? Зачем ее так построить?